Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. В сегодняшнем Евангелии, братья и сестры, повествовалось о том, как наш Спаситель поведал притчу, притча о Сеятеле. Сеятель вышел сеять семя. И когда он сеял, одно семя упало при дороге, другое семя упало в каменистую почву, третье семя упало среди терния. И когда семя, упавшее при дороге, то птицы небесные прилетели и поклевали это семя. И попирали ногами идущее это семя. А то, которое в каменистой почве, оно в начале как бы проросло, а потом завяло. А то, которое среди терния, оно проросло поначалу, а потом плевел и терния подавили это темя. «Конечно, смысл этой притчи для нас, посещающих Храм Божий на поверхности. Кажется, что еще можно сказать, когда уже так много сказано на этот счет. Но мы все-таки постараемся проникнуть в те смыслы, которые нужны нам сейчас, сегодня. Господь постоянно те семена свои, свое слово, свои мысли. И, конечно, мы – это почва, это понятно. И мы бываем тоже, наверное, в разное время, разной почвой. В одно время мы бываем такой почвой, как дорога, в другое время, как каменистая почва. Всегда по-разному отзывается наше сердце на Слово Божие. И когда мы размышляем об этом, мы понимаем, что Слово Божие только оно способно нашу душу оживить подобно семенам. Потому что может просто быть земля. И если семени на земле никакой нет, даже если это плодородная земля, то это всего лишь земля. Знаете, такая земля, какой она бывает зимой, когда снега нет. Посмотришь на эту землю и понимаешь, что ничего в этой земле привлекательного нет. А вот когда наступает весна, тогда эта земля начинает раскрываться красотой своей, которая заложена была внутри каким-нибудь человеком, который посеял что-то или посадил. Она начинает зеленеть, она начинает свистеть. И вот наша душа, как земля зимой, если туда ничего не засеяно, то она всего лишь имеет черную поверхность. И вот, братья и сестры, что нужно сказать о Слове Божьем? Слово Божие, оно звучит, звучит за богослужением и настолько часто оно звучит и так много этого Слова Божьего звучит, что мы в какой-то момент чувствуем, что наша душа никак не отзывается на него. Вот Слово Божье звучит, а ничего не происходит в нашей душе. Это как раз один из признаков того, что наша почва, она не ухожена. она не вскопана, на ней ничего не прорастает, она как камень. Может иногда поначалу что-то и начинает расти, но в скорости, поскольку глубины там нет, такой, знаете, вспаханной глубины, то раз и она все засохла. И вот очень важно для каждого из нас понять, что без этого Слова Божия не бывает в человеческой душе рая, потому что ведь мы, нам известно, мы изгнаны из рая за грехопадение первых людей. И вот в богослужении часто называется душа, которая принимает Слово Божие мысленным раем. То есть она может стать настолько прекрасной эта душа. Но от чего это зависит? Вот я сейчас скажу самую, наверное, важную вещь. Вот мы когда находимся в каких-то кризисах жизненных. Конечно, в первую очередь кризисы связаны со взаимоотношениями с другими людьми. Кто-то нас не понимает, кто-то нас не принимает, кто-то с нами не соглашается, кто-то отвергает, кто-то не любит. Но мы нуждаемся в человеке, а человек уходит в сторону. И вот от этого начинается кризис. Это может быть внутри семьи, это может быть внутри нашей работы, где мы работаем. И вы знаете, до тех пор это будет такое тяжелое страдание, пока мы не поймем очень важную заповедь Божию. Она говорит так, что нужно возлюбить Бога всем сердцем, всею душой, всем разумением, всем своим существом. Что это значит для нас в практическом отношении? Это значит, что пока человек не заполнит себя Богом полностью, вот как сказано всем своим существом, пока не войдет Бог в наше сердце, в нашу душу, в нашу жизнь абсолютно, то чем бы мы не заполняли себя, в нас постоянно будет ощущение пустоты, потому что ни один человек не может заполнить нас полностью, ни один человек, даже тот человек, которого мы любим, и он любит нас, ни один человек не сможет нас заполнить. От этого нам будет очень тяжело, потому что мы будем думать, что человеческое счастье именно в том, чтобы другой человек заполнил нас. Но каждый человек нужно признать это, каждый человек это большой эгоист, он думает только о себе. Конечно, мы можем сказать, мы думаем о семье, мы думаем о ближних, но насколько мы можем думать и до какого порога болевого мы можем думать о другом человеке. Стоит что-то случиться в нашей жизни, вот нас, например, там обидели, нас не поняли, и мы сразу же сосредотачиваемся уже на себе, не на том человеке, кого мы только что любили, минут пять тому назад. И вот Господь вначале посылает Слово Своё для того, чтобы Слово заполнило нас. Вот если мы приняли Слово и начинаем над Ним рассуждать, размышлять, мы понимаем, насколько оно нужно для нас. И вообще в Божьем Слове человек всегда должен найти утешение для себя. Всегда. если он не находит утешения для себя, пусть он тогда перейдет к другому тексту Слова Божия. Может быть, это сейчас для него непонятно. Если и другое Слово Божие непонятно, пусть он третий текст какой-то почитает. Пусть он переходит от одного текста к другому, пока не найдет для себя то, на что отзывается его сердце. И вот постепенно человек будет соглашаться с этим Словом Божьим. Он будет отзываться на это Слово Божие. И в результате Слово Божие настолько будет его заполнять, что он будет понимать, что если я заполнен Богом, то даже если вокруг меня даже близкие люди меня не понимают, меня не принимают, то моя жизнь будет устойчивой. Она не будет колебаться, как от землетрясения, потому что часто наша жизнь колеблется унынием, каким-то отчаянием, буквально криком отчаяния от того, что нас не принимают или не понимают. Бывает, даже придет мать и рассказывает какую-то очень печальную историю о том, как она отдавала себя своим детям. А дети, когда она состарилась, они никак не интересуются ее жизнью. Но если вот как-то помню, одна даже женщина подошла к старцу и говорит, батюшка, вот я вот буквально всю свою первую часть жизни отдала своим детям, а вот они не интересуются моей жизнью. И он говорит, тогда вторую хотя бы часть своей жизни отдай Богу, и тогда тебе станет легче. Понимаете, люди, они ведь очень неустойчивы в своих чувствах и в своих мыслях, в своих словах. Вот помните, есть такое выражение, мы его часто воспринимаем как аксиому, оно звучит так, язык мой враг мой. Но я думаю, что на фоне Евангелия мы должны немножко переосмыслить эту фразу, и мы должны себе так сказать, язык друг мой, потому что у меня есть возможность языком своим молиться к Богу, произносить добрые слова, благословения вместо злословия, и язык станет другом моим. Ведь вся наша жизнь это какой-то словесный поток, он бывает иногда отрицательным, иногда положительным, но мы должны сделать язык свой положительным потоком. когда мы начинаем говорить добрые слова, но отчего это зависит, вот эти добрые слова, потому что можно произносить добрые слова, но достаточно лицемерно. Знаете, ну, буквально, как говорят, источать елей, и, как говорят, вот такие сладкие уста, но на самом деле это не всегда еще говорит о том, что у него такое же сладкое сердце у этого человека. И поэтому действительно в первую очередь нужно понять, что язык мой, он растет вот не здесь в полости рта, он растет с моего сердца. И вот если мой язык произносит плохое, то это очень такой тревожный симптом. Это говорит о том, что сердце мое очень скудное. Это говорит о том, что ум мой, он осквернен всевозможными плохими мыслями. То есть получается, что мы должны посмотреть внутрь себя и разобраться, а вообще какой жизнью мы живем. Вот Исаак Сирин, он говорит очень важную вещь. Он говорит, что совершенный человек это тот человек, который о другом человеке, а вернее сказать о всех людях, он говорит только хорошее. Он никогда не говорит о людях плохое, даже если они плохие. Почему? А потому что в каждом человеке есть хорошее и плохое. Абсолютно в каждом человеке. Вопрос только в процентности этого. Вот в одном несколько процентов может быть хорошего, все остальное плохое, но есть в этом человеке и эти проценты незначительны хорошего. Так совершенный человек это тот человек, который абсолютно не замечает ничего плохого. Он видит только хорошее. Вот это говорит о внутреннем здоровье души человеческой. Вот если она видит только хорошее. И тогда, конечно, этот язык он будет источать только благие словеса. то есть называется это благословением. Конечно, очень важно заполнять свой ум именно словами и священного писания. Почему это важно, братья и сестры? Это важно, потому что Слово Божие, как сказал апостол Павел, оно живо и действенно. Оно острее меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, судит помышления и намерения сердечные. То есть получается, что Слово Божие это тот хирургический скальпель, который отделяет для нашего сознания, для нашего сердца плохое и хорошее. Вот грешник, он замечает всегда только плохое. А вот праведник, это тот человек, который видит только хорошее. Мы множество раз говорили о Серафиме Саровском, о том, что он говорил стяжи дух мирен. Вот когда идет речь о стяжании духа мирного, это значит, что знаете, есть в психологии такое выражение сверхзадача. вот у каждого человека должна быть обозначена сверхзадача. Вот каждый для себя должен определиться, какая моя сверхзадача в жизни. Вот даже вот сейчас мы стоим и вот пусть каждый попытается себе задать, не откладывая в долгий ящик, вот в чем моя жизненная сверхзадача. Вот если у меня сверхзадачи нет, то тогда я буду растекаться на множество всевозможных каких-то мелочей. А вот Серафим Саровский говорит, что сверхзадача для христианина это стяжать. Вот знаете, есть такой грех многостяжательности, когда человек своей сверхзадачей ставит стяжание только исключительно материального. А вот Терафим Саровский говорит о том, что человек должен стяжать дух мирен. Вот это сверхзадача. Почему? Потому что он определяет это как цель христианской жизни. Цель христианской жизни. Получается, если вот человек будет, как помните, я на прошлой проповеди говорил, что Феофан Затворник говорит, что память смертная должна быть как зубная боль для человека. То есть в том смысле, чтобы он постоянно был этим озадачен. Он должен ходить озабоченным этой проблемой. Вот этой сверхзадачей. Я сегодня для своей души что я стяжал. Какие стяжания были сегодня в течение дня для меня. Что я приобрел сегодня. Вот если не будет такой озабоченности, озадаченности, то тогда мы просто будем жить жить вот как тень, которая просто следует за человеком. Вот это очень-очень важно, братья и сестры, потому что мы можем за целый день столько стяжать негатива, всего плохого, что это даже нас не побеспокоит. Это нас не вызовет внутри нас какую-то озабоченность. Боже, я переполнен отрицательным, негативным, деструктивным, греховным. пусть будет это на уровне какого-то важного, я бы сказал, знаете, вот как у нас есть, скажем, там Великий пост. Великий пост, и это значит, что мы в посту озадачиваем себя, озадачиваем тем, что мы не вкушаем пищи животного происхождения. То есть мы озадачились этим, и мы этого не делаем. И если мы пропустили, так сказать, скоромную пищу, то тогда это вызывает у нас какое-то, ну действительно какую-то озабоченность. Ну вот, вот я все-таки нарушил пост. Мы даже задумываемся, а какие последствия от этого могут быть. может быть, я вообще расклеюсь от этого нарушения поста, и дальше я просто не смогу. Может быть, это станет моей привычкой. Может, это я уже буду делать постоянно. И таким образом я просто сползу постепенно к какому-то такому низкому порогу. и вот именно здесь в этом Евангелии говорится о том, что душа должна быть вспахана настолько, чтобы она не просто приняла семя, потому что мы часто слышим, вот я слышу. Нет, этого недостаточно. Важно принять это и как сегодняшний Евангелие сказала принести плод. Конечно, плод бывает разным. Бывает, как сказано, там в 30 крат, в 50, в 100 крат. Но это плод. Потому что, знаете, терния и волчцы, то есть бурьян другими словами, он постоянно заглушает, заглушает рост Слова Божия внутри нас. Вот что такое этот бурьян в духовном отношении? Это попечительность, многозаботливость. Вы скажете, а как же жить тогда? Вот здесь очень важно отделить одно от другого. Многопопечительность, многозаботливость, суетность, это плохо. Но работа это хорошо. В чем же разница? А разница в том, что многопопечительность, суетность, это внутреннее состояние души. А работа это когда человек работает ногами, руками, головой. То есть работа это хорошо. Господь призывает человека работать. Но постоянно ходить озадаченным этим, озабоченным этим. Вот это плохо. Потому что это начинает внутри заглушать хорошие ростки, которые посеяны внутри нас. А сейчас я скажу более, может быть, страшную вещь. Пусть каждый себе задает очень честный вопрос. А вообще что во мне проросло? Что во мне проросло хорошего? И не просто даже проросло, а что во мне принесло плод? Хороший плод. А если ничего? Значит, мы может быть та дорога, по которой все ходят, по которой все ходят и попирают наши ценности. А какие наши ценности? Вот вопрос. В чем наши ценности? Может человек определиться с этим и сказать во мне ценности это Слово Божие. Если это во мне ценность, то я должен это беречь, потому что ценности это то, что берегут, это то, чем дорожат, это то, что ценят выше всего. Вот такие чувства, такие мысли у нас есть внутри? А если нет этого, то что тогда у нас есть? Тоже нужно честно ответить, потому что вот этот честный ответ, это прежде всего правильный диагноз нашего состояния души. вот сейчас вот эти все вещи, которые происходят в нашем обществе, я имею ввиду все вот эти проблемы с болезнями, вот в частности этим коронавирусом, потом страхи войны и так далее, я как-то коснулся в прошлой проповеди об этом, может быть кто-то меня не совсем правильно понял, но я еще раз говорю, проблема не в том, прививается человек или не прививается, проблема в другом, а как я воспринимаю болезнь эту лично по отношению к себе, вот люди, которые исключительно озадачены своим здоровьем, чтобы не заболеть исключительно для себя, в этом проявлении, знаете, эгоизма, и этот человек рано или поздно, он свою жизнь сузит до такой точки, он загонит себя в такой глубокий кризис и тупик, потому что человек, который трясется исключительно за свое здоровье, я опять-таки не хочу сказать, прививается или не прививается, пусть этот человек сам решает для себя, это не мое дело, это дело лично каждого человека, и никто не имеет права навязывать ему это. Мы смотрим на духовно-нравственное измерение этого вопроса, не на физическое, а духовно-нравственное, вот в частности церковь, она выразила свою позицию относительно этих прививок и сказала, что если человек прививается, к примеру, то он исходит исключительно, потому что разобраться в том, насколько полезна эта прививка или она вредна, эта прививка, никто не может сказать, потому что настолько противоречивые в этом отношении и, ну, в общем-то, уже известные, скажем так, ну, посредствия, да, и как бы разный, можно сказать, опыт, и поэтому церковь, она не может давать гарантии, и она не может сказать, или это правильно, или то правильно, потому что это исключительно область медицины, но чем озадачена церковь в этом вопросе? Как я уже сказал, озадачена она прежде всего духовно-нравственным измерением, что имеется в виду? Что если человек заболел, то он должен думать в этот момент не столько о себе, о других, чтобы не заразить другого человека, и поэтому сказано, нет большей любви, кто жизни свою полагает за други своя, и поэтому если тот человек, который делает прививку, он должен делать только с такой мыслью, что, Господи, если эта прививка, она действительно полезна и нужна, то прежде всего, чтобы я не заразил других людей, чтобы никто не пострадал от меня, именно эта сторона вопроса. потому что я стану распространителем болезни, я могу подвергнуть страданию другого человека, и если я не прививаюсь, то нужно себе то же самое сказать, Господи, я не прививаюсь, потому что или не хватает во мне решительности, или может быть мне какие-то убеждения мои не позволяют этого сделать, Господи, сделай так, чтобы я других не заражал. Тогда здесь будет действительно христианская нравственная проблематика, но когда мы постоянно говорим о том, что это может причинить лично мне вред, это прививка или не прививка, то есть или я не прививаюсь, или прививаюсь, то это нужно сразу же вынести за рамки церковных рассуждений. Это исключительно эгоистическое размышление. Здесь ничего нет абсолютно духовного, и те, которые носятся с разными знаменами, и которые буквально уже окопались и делают баррикады, то вы боретесь исключительно за свою жизнь. И в этом абсолютно нет ничего, что могло бы вас возвысить как человека. Это абсолютно животный страх, абсолютно животное чувство боязни. Понятное дело, что каждый человек, он боится заболеть, он боится умереть. Но нельзя себе делать здесь большую рану в голове и в своей душе и сверлить других этими постоянными проблемами своего собственного здоровья. это дурным тоном считается, когда человек говорит исключительно о своих проблемах. Иногда с человеком просто поздороваешься, и он тебе сразу же начинает свои болезни рассказывать. Понятное дело, что человеку плохо и тяжело, но каждый пусть подумает, братья и сестры, а другой ведь человек, он тоже страдает, другой человек, он ведь тоже болеет, у него тоже много всяких, но он почему-то молчит, но почему я постоянно об этом говорю? Это говорит о том, что во мне растут только вот эти сорняки, они заглушают слово Божие внутри меня, во внутри меня нет ничего светлого, потому что во мне только мрак, страха и боязни, бесконечного переживания за свою кожу. люди обезумели на почве самовлюбленности, я вовсе не говорю о том, что человек не должен лечиться, да Господь с вами, но ведь именно весь апокалипсис, все человеческое падение, прежде всего будет заключаться в том, что человек постоянно говорит о своих проблемах, а когда ты говоришь только о своих проблемах, ты проблемы другого уже не заметишь. Может ли быть в жизни такого человека любовь? Нет, потому что любовь это о другом, это не обо мне, а о другом. И вот самое важное лекарство, вновь повторю то, с чего я начал, это заполнить себя Богом. Для того, чтобы преодолеть вот это бесконечное эгоцентрическое тяготение, я постоянно в центре своего собственного внимания. Как сказано святыми отцами, только тогда Господь услышит твои молитвы, когда ты молитвы свои начинаешь не о себе, а о другом. Когда ты молишься в первую очередь о других людях, и Господь тогда и тебя помилует. Вы скажете, а что за это эгоистическая такая молитва Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. А ответ у святых отцов такой. Вот сейчас возьмите такой мысленный эксперимент. вот всех тех людей, которые окружают вас, кого вы знаете. Вот если вы знаете этого человека, значит у вас есть какие-то мысли об этом человеке, вы думаете о нем. А вот сейчас подумайте, что я думаю об этом человеке. Вот если я думаю об этом человеке, но поверхностно, это одно. Но если человек, вот например подвижники благочестия, я вспоминаю такой был монах, когда я еще учился в Одесской семинарии, старенький монах, он еще был келейником преподобного кукши одесского. Он совсем уже такой был совсем старый, совсем немощный. и я помню, он приходил с таким большим пакетом, мешком, вот, и в этом пакете было огромное количество записок. И он доставал их, и вот он сам уже не мог стоять, и он садился на клиросе, помню, левом, вот, и вот эти записки он читал, читал, постоянно читал, читал эти записки. Я его как-то спрашиваю, я говорю, отче, у вас так много этих записок. А он простой был человек, и он мне говорит, ты понимаешь, говорит, вот все люди, кого я встречал в своей длинной жизни, это же Господь, говорит, мне этих людей привел, и это значит, что я должен молиться за этих людей. И вот он говорит, что я всех записываю, кого я встречал, и я за этих людей уже молюсь. А у нас какая рефлексия? Мы повстречали человека, это не значит, что мы будем о нем молиться. И вот когда человек наполняет свое сердце этими именами, это потому, что это не просто записки. Он этих людей любит. Он считает, что нужно за каждого человека сказать доброе слово, помолиться, чтобы ему было хорошо этому человеку. У этого человека не было абсолютно врагов. Он молился за всех. Вот здесь очень важно. Представьте себе, что этот человек наполняет свое сердце, как этот мешок с записками. Он наполнил его, и когда он говорит, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня, то это имеется ввиду всех тех, кто внутри него. Потому что он наполнил себя этими людьми. Можно сказать, что этот человек для себя вообще не живет. Потому что этот человек только живет для других. Его сердце болит только о других людях, не о себе. И болит оно не просто бессмысленно, как мы можем переживать, при этом не сказав ни одной молитвы за того человека, о ком мы переживаем. А он молится за каждого. Он молится как за родного, как за себя. и вот в такого человека тоже поселяется Бог. У этого человека нет кризисов никаких, у него нет никаких проблем. Почему? А потому что вся его жизнь в Боге, а Бог не причиняет раны внутри. А сколько ран внутри нас от тех людей, с кем у нас что-то не получилось. Мы думаем об этих людях, но не молитвенно думаем, не с добрым словом, а часто именно с какими-то осуждениями, рассуждениями и так далее. И поэтому Господь через всякие испытания, через всякие страдания, особенно эта болезнь, вот этот ковид, это такая видимо полезная болезнь для современного человечества. Почему я говорю с полной уверенностью полезная болезнь для современного человечества? А потому что Бог ее попустил, потому что без Бога ничего ведь не бывает. Раз ее Бог попустил, значит для современного человека именно это нужно, не что-то другое, а именно это, потому что ничто другое видимо не поможет, а это поможет, поэтому Господь это попускает. И вот пусть у каждого будут добрые помыслы. Бог посетил, так нужно сказать, раз ты заболел. И самое главное, чтобы я никого сейчас не заразил, никому не причинил боли. Вот братья и сестры, как мы должны отзываться на Слово Божие, которое в мыслях, которое в посещениях Божьих, которое в болезнях, которое в страданиях. Всем этим Бог вспахивает нашу жизнь, для того, чтобы это семя хорошо проросло. Мы должны сострадать друг другу. Вот мы там повесили список имен, кто болеет сейчас, из наших прихожан, и не только прихожан, там вот списочек есть, там, где вы записки пишете. Вы подходите, нужно записывать, молиться, просто хотя бы пробегитесь глазами и скажите, Господи, я знаю, как этим людям тяжело сейчас. Окажи им милость. Вот что нужно, братья и сестры, болезнь направлена на то, чтобы разбить камень нашего сердца. И поэтому, раз эти болезни в таком обилии сейчас, значит, человечество с каменными сердцами сейчас. Бог лечит наши каменные сердца, потому что мы настолько стали равнодушными, а за это время, вот этих скорбей и болезней, сколько неравнодушных людей появилось, сколько людей сострадательных, сколько людей, идущих на жертвы большие, начиная с простых людей, заканчивая медицинским персоналом. мы молимся, как вы слышите, за каждый божественный и другие и за врачей, потому что они на передовой. В прошлый раз я сказал о том, что не надо ничего бояться, не бойтесь болезни, братья и сестры, потому что Бог посетил нас через болезнь. доверьтесь Ему, даже если это тяжело, Бог обязательно пошлет каждому утешение. Пусть только мир будет в наших сердцах и спокойствие, даже если нас посетила скорбь и страдания. И поэтому не надо искать вот этих вещей, когда начинает на дно ада погружаться и рассказывать о всевозможных каких-то масонских заговорах. Боже мой, освободите себя от этого. Не мучайте себя этим. Масоны, они в руках Божьих, понимаете, и всякие злые люди, как и добрые, все в руке Божьей. Если бы Бог не попустил им этого сделать, этого бы никто не сделал. Нам никто не страшен. Не углубляйтесь в это, потому что вы потеряете мир душевный. Как один умный человек сказал, говорит, открываешь интернет, революция, болезни, войны, закрываешь. Нет, ни революции, ни болезни, ни войны. Закрывайте его почаще и открывайте свое сердце Богу и озадачивайтесь, что во мне живет, какая у меня сверхзадача. Есть ли мир в моей душе? А иначе самое болезненное в заключении, говорю вам, самое болезненное в нашей жизни, это то, что мы проживем и жизнь подойдет к закату и мы будем умирать и мы поймем, что ничего хорошего в нашей душе не проросло и не закрепилось и ничто не дало хорошего доброго плода, братья и сестры. Вот это будет скорбь, вот это будет великая печаль, потому что рай начинается здесь, царство Божие начинается здесь, также здесь начинается и ад. Вот над этим размышляйте. Пусть ваши сердца будут всегда добрыми, светлыми, отзывчивыми, любящими, и тогда вы сможете это нести и другим людям, как сеятель добрый, который щедро сеет, щедро будет и пожинать. Аминь.